Вячеслав Алексеевич, здравствуйте! Поздравляю вас с победой в первенстве России по хоккей с мячом среди коллективов физической культуры «Зона Урал». Расскажите, как досталась эта победа? Здравствуйте! Ну, второй год мы принимаем в таких мероприятиях, в таком формате играем на первенство России среди коллективов физической культуры. Ну, если откровенным быть, то, конечно, соперники не такие, как в высшей лиге, вот были у нас два года назад послабее, конечно, это, по сути дела, первенство области, то же самое, но все равно быть первым в области тоже престижно. И серьезные из конкурентов, которые были у нас, вот «Факел» город Богданович тоже являлся года два назад флагманом нашего областного хоккея, играли они в высшей лиге и играли успешно. И, как правило, вот сейчас мы, команда амбициозная, и мы вот с ними соперничали. Неплохая команда в Кварпинске, тоже сохранился там хоккей с мячом, люди вкладывают деньги и в детский спорт, и во взрослую команду, так что были игры очень напряженные, интересные, но не без труда добились мы победы. Если сравнивать первенство прошлого года и соревнования в этом году, что было сложнее, подтвердить статус чемпионов или завоевать его впервые? Все равно груз ответственности, я еще раз повторяю, с этими командами, которые у нас в лидирующих позициях в области настраивались, хотелось сыграть лучше, чем в прошлом году, или хотя бы так же на том же уровне, но получилось так, как в прошлом году сыграли. В этом году ставка делается на молодых спортсменов. В состав нашей команды в этом году вошли хоккеисты, которые еще недавно были участниками юношеских команд. Вот каким образом вы теперь омолаживаете коллектив? Это риск и риск сознательный? Да, здесь никакого риска нет. В этом и состоит наша работа, чтобы дети с юношеского хоккея, допустим, с юниорского, которые сейчас уже заканчиваются, у них цикл всех соревнований, которые на юношеском возрасте, чтобы они плавно перешли и безболезненно перешли в нашу взрослую команду. Я думаю, что двери у нас открыты для всех ребят, и, конечно, что хотелось молодым ребятам пожелать, чтобы у них, я думаю, желание у них, чтобы желание было, и чтобы они ничего не боялись, это им в жизни очень пригодится все. И тренерский штаб делает все для этого, чтобы, я говорю, двери для всех открыты. Совсем скоро полевские хоккеисты будут представлять наш город на финале первенства России среди коллективов физической культуры с 14 по 16 марта. Как оцениваете свои шансы? Ну, в том году мы уже принимали участие, то есть сделаем выводы, как нужно подойти грамотно к этому турниру. Ну, турнир очень скоротечный, сам по себе, в течение трех дней проходит, и вот каждая игра там на вес золота. Надо тактически правильно сыграть, теоретически, и чтобы сил хватило. Ну, будем стараться в этом году, чтобы все успешно. В том прошлом году мы заняли пятое место, была осечка у нас на старте турнира, мы в ничью сыграли с городом Кирова, там команда Прометей у них. Вот, и немножко нам это все подпортило, хотя бы вроде в ничью не проиграли, но в оконцовке мы играли за пятое-шеестое место, только в стыковых играх. Спасибо, Вячеслав Алексеевич, но мы желаем вам новых и новых побед, мы думаем, что наш город вы точно не подведете. Спасибо, будем стараться. Спасибо, Вячеслав Алексеевич.